Церковь в Фессалониках сделалась выдающейся церковью в первой эпохе истории христианства. Вряд ли Павел, Сила и Тимофей, которые впервые возвестили Евангелие в Фессалониках, представляли себе, какие будут огромные результаты их краткой инвазии этого города. После трехнедельного пребывания там им суждено было покинуть город, а верующие, только что обратившиеся к Господу, подверглись ужасному преследованию. Но, как мы видим из истории церкви, она всегда преуспевала и процветала во время гонения. Можно безошибочно сказать, что популярность церкви оскверняет ее, а преследование очищает и делает ее сильнее. Церковь в Фессалониках сделалась образцовой и примерной церковью, как сказано, не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте. Фессалоникийская церковь родилась при многих скорбях, но, тем не менее, она с радостью Духа Святого приняла на себя это поношение. Да, гонимую церковь в Фессалониках, Господь вознаградил своей радостью за нанесенные ей обиды. Так молодая церковь в Македонии стала ярким примером для церкви Христовой в течение этих почти двух тысяч лет. Апостол Павел в своем первом послании им, в первой главе, восьмом стихе, употребил слово, которое только один раз употребляется в Новом Завете. Слово это «пронеслось». Оно описывает очевидный и широко распространенный образ их влияния и свидетельства. Он говорит «от вас пронеслось» — слово Господне. Это выражение пронеслось лучше всего описывать действия музыкальной трубы. Можно сказать, «от вас прозвучал трубный звон так сильно, что звук этот прогремел далеко за пределы вашей страны. Так ясен и звонок, так громок, проницателен, мелодичен, пробуждающ и полон был этот звон». То есть их благовестие, что Павел обязан был сказать им, что ему уже ни о чем не нужно было рассказывать, все ими уже было сказано. Что сделало их провозглашение таким мощным и эффективным? Причина этой эффективности была двоякой — их свидетельство и их жизненный пример. В первую очередь отметьте, что от них пронеслось слово Господне. От самого начала, принявши чистое, без примеси учения Слово Божие, они несли это животворящее слово не только в своей области, но и в самые отдаленные края, так что во всяком месте стала известна через них евангельская весть. Но не менее сильно прозвучала благая весть через их примерную жизнь. Тут мы ясно видим, что этот трубный звук, который так далеко пронесся, имел двойную мощь. Не менее громко звучал христианский пример их новой жизни во Христе. Да, церковь должна быть этой мощной Божьей трубой. Будем помнить, что единственное средство, через которое голос Божий будет услышан в нашем греховном мире, это через церковь. Евангелие, благая весть, должна провозглашаться человеческими устами, чтобы она дошла до слуха грешников. «Вы, мои свидетели», — говорит Господь. Не будем потому молчать, дорогие мои, но скажем всему миру, как Бог его возлюбил. Притом этот трубный звук должен быть ясным. В нем не должно быть ни малейшего колебания, ни решительности или ни определенности. Дальше этот звук должен быть пронзительным и постоянным, без перерывов. Как поется в любимой песне верного служителя и мученика Христова, Ивана Моисеева, «Во все концы земли несчастной, везде, где только люди есть, потоком чистым силой властной течет евангельская весть». Так возлюбленные должны струиться ее святые воды из наших уст. Но, дорогие мои, не менее этого сама наша жизнь должна быть Божьим посланием, читаемым всеми. Вы обнаружите из контекста, что свидетельство этих верующих в Фессалониках, их поведение, их примерной жизни звучало не менее их устного свидетельства. Никогда не забудем, что при двух свидетелях утверждается всякое слово. Нужен свидетель слова и свидетель примера. Павел упоминает о их деле веры, о труде любви, о терпении упования на Господа, о их уверенности, о том, как они приняли слово с радостью Духа Святого, несмотря на многие скорби, о их вере в Бога, о том, как они обратились от своих идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Да, они не только говорили о своем христианстве, и это они делали, но они жизненным примером закрепляли свое свидетельство. Теперь с Божьей помощью вникнем ближе в 9 и 10 стихи 1 главы 1 послания Фессалоникийцам, в которых сказано, «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». То, что Павел, Сила и Тимофей слышали от людей, которые встречались с верующими из Фессалоники, было о том, какой вход имели они, то есть Павел, Сила и Тимофей, к фессалоникийцам, и как они обратились к Богу. С этим действием Благой Вести в нашем тексте связаны три глагола. Один, то есть первый глагол, относится к прошедшему времени, второй – к настоящему и третий – к будущему времени. Эти же три глагола вы обнаружите в первой части этой главы, где Павел говорит о их деле веры, о их труде любви и о их терпении упования на Господа. Их Павел описывает и поясняет в нашем тексте в 9 и 10 стихах. Заметьте, где начинается христианская жизнь. «Вы обратились к Богу от идолов». Это первый глагол в прошедшем времени. Точно так же, как имеет начало физическая жизнь, так точно должен быть и момент, когда человек рождается духовно, к новой вечной жизни. «Если у тебя, мой друг, не было этого нового рождения, то я обязан тебе сказать, что ты на пути к погибели, и при том вечной погибели. Не думай, что религия тебя спасет. Ты можешь быть очень религиозным человеком и в то же время быть погибшим грешником». Обратился ли ты к Богу от мертвых идолов? Произошло ли с тобой это обращение? Был ли такой момент в твоей жизни, когда ты родился свыше от Бога? Вы заметили, тут сказано «вы обратились». Без этого обращения спасение невозможно. Обращение значит сделать полный поворот, повернуться и пойти в противоположную сторону. На прошлой неделе я был в Цюрихе, Швейцарии, и должен был отправиться на север, в Амстердам, Голландию. По ошибке я попал в другой самолет, на котором я вместо Амстердама попал в Мадрид, Испанию. Только полчаса позже, когда мы уже были в полете, слышу, пилот сообщает, что через час и сорок минут мы будем в Мадриде. Я спросил стюардессу, правильно ли я понял, ведь я, мол, лечу в Амстердам, в Голландию, а не в Испанию. Да, так и было. Я летел в противоположную сторону. Осталось только одно. В Мадриде садиться вновь на тот же самолет и возвратиться в Цюрих, а оттуда в Амстердам. Апостолу Павлу Господь дал поручение открыть глаза язычникам, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Обращение значит сделать полный поворот и направиться в противоположную сторону. Ибо вы были как овцы блуждающие, не имея пастора, говорит апостол Петр, но возвратились, в подлиннике сказано, обратились, к пастырю и блюстителю душ ваших. Вы возвратились, вы обратились к Богу от идолов. Это возлюблено и было то дело веры фессалоникийцев, о котором вспоминает апостол Павел в третьем стихе. Этим делом веры они сделались детьми Божьими. Когда нашего Господа спросили, что нам делать, чтобы творить дела Божьи, то как Он ответил? Вот дело Божие, говорит Христос, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Это и есть первый акт, то есть дело веры. Вы обратились к Богу от идолов. Это было их дело веры. Но кто-то возражает. Если хотите сказать, что я, мол, какой-нибудь идолопоклонник, то ошибаетесь, я вовсе не язычник. Позвольте вам указать на два места в Священном Писании. В первом послании к коринфянам Павел говорит верующим в коринфе, «Знайте, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас». Ну вот, видите, что мы вам сказали? Они обратились от этих безгласных идолов. Да, вы правы, но вы слушайте второе место. Тут апостол Ян говорит к уже обратившимся детям Божьим. Дети, храните себя от идолов. Это значит, что даже у верующих могут быть идолы. Идолом может быть твой ребенок, твой муж или твоя жена, твоя профессия, деньги, дом, спорт. Все то, что занимает место Иисуса Христа в нашем сердце, является идолом. Всякий, не поставивший Иисуса Христа на первое место, является идолопоклонником. Дорогие мои, или Христос Спаситель и Господь, или Он ничто. Христос никогда не согласится быть только Спасителем. Он, помимо того, должен быть и властелином в нашей жизни. Заметьте, в каком порядке это происходит. Вы обратились к Богу от идолов. Не сказано, что вы обратились от идолов к Богу. Нет, обращение должно быть сперва к Богу, тогда идолы сами собой отпадут. Человек думает, что он должен сперва преодолеть тот или иной грех, прекратить ту или иную привычку, и тогда он достоин обратиться к Богу. Нет, дорогие мои, обратись сперва к Богу, и Он даст тебе победу над всеми твоими идолами, грехами и дурными привычками. Итак, это обращение и было их делом веры. Теперь обратите внимание на следующий глагол, относящийся к настоящему времени. Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Это было их трудом веры, о котором Павел упоминает в третьем стихе. Возлюбленные, это служение Богу живому, это труд любви, должен характеризовать нашу христианскую жизнь. Мы спасены, чтобы служить нашему Богу. Господь не спас нас только для того, чтобы мы украшали наш молитвенный дом. Он спас нас для того, чтобы мы шли и приносили Ему плоды. Да, Бог нас спас, чтобы мы Ему служили. Мы служим Богу не потому, чтобы отплачивать задарованное Им нам спасение. Нет, возлюбленные, наш долг любви Ему, который нас так возлюбил, что отдал ради нашего спасения самое драгоценное, которое Он имел. Мы служим Богу от избытка любви, потому что, как сказано, любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Вот почему мы говорим вместе с Иисусом на винном «Я и дом мой будем служить Господу». Теперь апостол Павел приводит третий глагол. Он относится к будущему времени. Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его. Да, это стало новым желанием возрожденного чада Божьего. Мы ожидаем Господа Иисуса Христа с небес. Он сам сказал, «Я иду приготовить место вам, и когда я пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Наше блаженное упование – явление в славе нашего великого Бога и Спасителя Иисуса Христа. Мой друг, имеешь ли ты эту надежду? Радует ли тебя возможность Его пришествия в любой момент? Он может прийти сегодня. Готов ли ты к встрече с твоим Богом? Если нет, то сейчас поди на колени там у своего радиоприемника и обратись к Богу живому и истинному. Это будет твое дело веры. Бог милости и любви спасет тебя, как скоро услышат вопыт твой. И как скоро ты станешь чадом Божиим, то в сердце своем ты обнаружишь любовь к пришествию твоего Спасителя. Прими его своим личным Спасителем и Господом сейчас. Да поможет тебе сам Господь. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»!